всем привет ребят с вами я кира на это короче сегодня мы наконец-то идем в аквапарк который находится в джемоте называется он тики так билетики сколько взрослый стоит 1800 детстве 1200 на целый день мы идем прям к открытию мне кажется там уже очень много людей стоит потому что к открытию и всегда дохрена я хочу парике по этой ну воду можно пронести мы взяли с собой эти абрикосы чуть-чуть я сейчас заверну короче полотенце взяли с собой конфеток еще и все остальное конечно будем там кушать покупать потому что так проносить собой нельзя так ну что ребят сходили мы короче в аквапарк поснимать там не получилось ну потому что во первых у меня не было чехла у меня был чехол с того года но я его не нашла я все обыскала не нашла а там короче не продавали чехлов мы заходили там вот в эти киоски и так далее но чехлов там короче не продавали вот поэтому и снимать я там не снимала какие-то отрывочки я вам сейчас вставлю но это чисто из бассейна и все то есть город естественно я не поеду с голым телефоном да вот поэтому я не поснимала извините меня и и Что сказать по аквапарку, мне почему-то в джимате вот этот тикитак нравится больше, чем у нас в Анапе, нравится почему больше, потому что, во-первых, там три огромных бассейна, первый бассейн он плавательный, второй бассейн с джакузи и третий, получается, река, ленивая река называется, то есть ты туда заходишь, то есть ты заходишь вот в эту реку и она тебя потихонечку-потихонечку по течению несет, и вот еще один, говорит, Вика, есть бассейн, где, а, да, где волна, штормовая волна, а, еще со штормовой волной, короче, еще один есть, где мелко, Вика говорит, и там потом глубже, а, ну да, кстати, вот, там получается целых пять бассейнов, и там, ну, горки, ну, наверное, такие же, как и у нас тут в Анапе, да, мы как туда зашли, без 10-10 мы пришли, в 10 он открывается, но без 10 уже всех пускали, мы зашли, и мы были там прям до упора, прям до 8 часов вечера, потому что мы заплатили 1800 взрослый, как я говорила, 1200 детский, то есть у нас получили, а, и плюс камера хранения 200 рублей, у нас в аквапарке в Анапе 200 рублей, эти возвращаются за камеру хранения, а там 200 рублей не возвращаются, то есть у нас вышло около 5000 только на билеты, и что хочу сказать по еде, да, мы, кстати, не вылезали с горок вообще, мы вообще не загорали, мы просто катались, катались и катались, и катались в павильон, ну, раз со всех горок, ну, кроме, конечно, там экстремальных, там, камикадзе, есть еще что-то, всех, конечно, нет, вот, что сказать по еде, мы покупали молочный коктейль, значит, 150 рублей 0,5, 0,3 130 рублей, но я не увидела вообще разницы, потому что наливают мне показалось одинаково, то есть, в принципе, можно брать и 0,3, то есть, ну, примерно так же выходит, но это там уже сами смотрите, так, значит, потом, что еще, по столовой, да, сейчас вам вставлю кадр, вы посмотрите, я покажу вам чек, зашли в столовую, посмотрите, посмотрите эти цены, я, честно, немножечко в шоке, ну, ладно, потом расскажу, вот такой вот голубец маленький, да, 160 рублей, я в шоке, это с сыром, штучка тоже малюсенькая, мой пальчик, меньше пальчиков, картошечка, наггетсы, макарошки, две булочки и черный чай, все. Как вы видите, цены, конечно, небесные, макарошки 80 рублей, ну, я съела их с удовольствием, честное слово, но вот этот голубец, который вы видели, да, с мой пальчик, наверное, голубец, разве такие голубцы вообще бывают, как бы голубцы, они, ну, я не знаю, побольше примерно, а тут один голубец, ребят, 160 рублей, я просто я офигела, то есть, ну, как-то, вот, смотрите, сами наггетсы, 5 штук, 200 рублей, 200 рублей, вы в магазине можете купить 2 пачки, где по сколько штук, я даже знаю, где по 20 штук примерно, булочки по 20 рублей, ачма, а потом, значит, мы покупали еще сок, обычный сок, любимый, 0,2, стоит 80 рублей, кока-кола 0,5, сколько века стоит, 160? 160 рублей, кока-кола 0,5, также чай лифтон столько же стоит, я хотела там взять нормальное кофе, но нормальное кофе стоило 180 рублей, причем, знаете, вот, не как в ларьках вот эти вот, да, большие стаканы дают, а маленький стаканчик, маленький стаканчик, 0,2, понимаете, 180 рублей, и поэтому я, конечно, взяла кофе рассыпное, кофе со сливками, так сказать, ну, типа со сливками, 3 в одном, и что самое интересное, короче, по идее, везде кипяток, ну, должны наливать бесплатно, там одна женщина подошла, взяла пакетик чая, кипяток, стаканчик, да, и говорит, можно мне еще два кипятка, вот, ну, ей, конечно, отказали, да, сказали, покупайте кипяток за 50 рублей, вот, у меня тоже, у меня дети пьют вообще абсолютно слабый чай, то есть, я этот пакетик, я просто его обмакнула и достала, то есть, там еще можно было заварить раз 10, ну, это, это деньги на ветер, короче, водичка, там стоит 120 рублей, самая дешевая, даже не акваминерали, да, которая хорошая, типа, считается, какая-то вообще непонятная фирма, 120 рублей 0,5 бутылочка, ну, то есть, думайте сами, решайте сами, да, за аквапарк, за то, что мы заплатили вот это вот за вход, да, я согласна, мы накатали эти деньги, мы хорошо отдохнули, все, но вот эти вот столовые, там столовых, кстати, 3 штуки и есть еще такие киосочки с молочными коктейлями там и так далее, вот, ну, столовые, я не знаю, почему они такие бешеные деньги дерутся, я помню, даже в том году мы ходили, но, по-моему, таких цен не было. Тут 740 рублей просто ни за что, ни про что, потом еще коктейли, чай, но это вообще, конечно, вот, ну, все, ребят, я так вам дала некую информацию, да, кому интересно, кто-то меня просил даже снять, да, цены, вообще, что там происходит, что входит, вот, я рассказала, так что все, ребят, спасибо за просмотр, я вас всех очень-очень сильно люблю, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, не забывайте про мой инстаграм и тикток, с вами была я, Кира, Найт, пока-пока!